Тема адаптации и интеграции постоянно находится в сфере нашего внимания. И не так давно в неделе мы на площадке Рудена провели два больших мероприятия, две сессии, на которых части здесь присутствующих коллег вступала. Вопросы адаптации и интеграции были подробно рассмотрены. Владимир Владимирович тоже там с очень хорошим посылом выступал Полетаев. И должен сказать, что оно на самом деле тема на слуху. Но в то же время с точки зрения МВД она требует большей конкретизации. Мы хотели бы понимать, когда говорим об адаптации и интеграции, состояние желаемого. То есть, во-первых, к чему мы должны прийти с точки зрения реализации этих механизмов. Это позволило бы нам тогда более четко сформировать понятийный аппарат, о чем в своем выступлении сказал Станислав Анатольевич. И, наверное, более адресно в целом в будущем проводить работу. Поскольку сейчас для Министерства внутренних дел, конечно же, адаптация и интеграция не являются задачей, которая прописана ни в нашем законе, ни в приоритете нашей деятельности. Хотя мы постоянно, как на передовой, сталкиваемся с иностранными гражданами. И с точки зрения предоставления им государственных услуг с момента их прибытия и постановки на миграционный учет. Так и с точки зрения и правоохранительной составляющей. Это явление и пресечение административных правонарушений и преступлений. Что хотел бы отметить. Очень много было сегодня сказано о концепции. Конечно, в рамках концепции ведется серьезная работа. И на площадке администрации президента в рамках рабочей группы неоднократно осматривались вопросы наполнения нормативного права акта в сфере миграции. Ответственным исполнителем является Министерство внутренних дел. Концепция нормативного права акта разработана и направлена нами сейчас уже на заключение в Минюст и институт. Мы планируем ее в декабре внести в правительство. На комиссии по миграционной политике, возглавляемой вице-премьером Воликовой Татьяной Алексеевной. На настоящем этапе вопросы, которые не нашли отражения в концепции, поскольку не решен главный вопрос. Кого и как мы планируем интегрировать? В каком количестве? И я на мероприятии, которые мы проводили в РДН, у нас большинство мигрантов и проблем с мигрантами. Оно неравномерно по стране распределено, а сконцентрировано в мегаполисах. Особенно проблема общается в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Поскольку если в целом, даже статистика говорит, у нас мигранты составляют менее 3,5% от числа лиц, совершивших преступления, то в этих регионах в разы выше их крупности из общего количества направленных за 9 месяцев уголовных дел 20% преступлений совершено иностранными гражданами. И конечно же в Москве требуется искать те формы и апробации, которые бы с точки зрения МВД позволили бы иностранцам находиться в правовом поле, не искать нелегальных доходов, не совершать преступления и административные правонарушения. И в этой части мы заинтересованы и готовы участвовать в этой работе, поскольку она будет иметь прямой и измеримый эффект с точки зрения любой управленческой деятельности, а не общие позрительные вещи, которые сложно посчитать и измерить. Вот мы очень много говорили о русском языке, но к сожалению русский язык в рамках тех процедур, которые реализуются, он наверное не способствовал прорыву с точки зрения адаптации, интеграции иностранных граждан. И именно закон, и Минобор с Минпросом ужесточают требования к организациям, которые осуществляют тестирование иностранных граждан. То есть эта работа также нужна, важна, но требует коррекции. Хотелось бы еще отметить, что Министерство внутренних дел как орган правоохранительного блока, тем не менее, посчитал нужным и вышел с инициативы, причем она шла очень сложно с точки зрения легализации иностранных граждан, длительное время находящихся вне урегулированного правового статуса. Мы предложили ввести новый документ, временный документ, удостоверяющий личность лица без гражданства. И здесь МВД, наверное, принимает вполне конкретные усилия для того, чтобы адаптировать понятную категорию. У нас более 5 лиц находятся в поле зрения, которые длительное время на территории Российской Федерации находятся с неурегулированным правовым статусом и не имеют дальнейшей перспективизации. Их отказываются принять страны исхода, нет возможности реализовать в отношении них, в том числе и решение о нежелательности, о выдворении и депортации. То есть эти люди попали в такой правой тупик с точки зрения их нахождения. Они не имеют права здесь законно находиться, не имеют возможности легальную деятельность, хотя у них и семьи здесь у многих есть, и дети граждане Российской Федерации. И в этой связи, вот как раз в ближайшее время планируется второе чтение по нашему проекту федерального закона, предусматривающего процедуры, которые бы позволили значительное количество, это более 5 тысяч лиц, ввести в правовое поле. И это, наверное, такая вполне понятная и измеряемая деятельность по социальной адаптации и интеграции. Вот это, наверное, и есть те конкретные действия, которые позволят этих людей интегрировать в наше общество, дать им право законно находиться, быть в поле зрения, получать медицинскую помощь и законно трудиться. И подобного рода инициативы мы готовы были бы поддержать и рассматривать, поскольку ситуация, она позволит снизить уровень социального напряжения. Эти люди выйдут из потенциального круга правонарушителей и будут вовлечены в нормальную общественную жизнь. Кроме этого, мы в рамках 274-го указа проделали огромную работу на предыдущем мероприятии Константин Федорович Затулин. Министерство внутренних дел дало возможность всем иностранным гражданам, которых истекли сроки пребывания после 5 марта, находиться на территории Российской Федерации законно. Президент нас поддержал, был подписан соответствующий указ, он продлен. И сейчас мы с администрацией работаем над его дальнейшей пролонгацией этих мер. По всей видимости, они будут продлены до лета следующего года. То есть вопросы пребывания иностранных граждан и вопросы их социализации, потому что мы понимаем, что люди, которые приехали с любой целью в Россию, не смогли вернуться назад, находящиеся здесь длительное время, каким-то образом должны получать возможность для существования. Они в любом случае будут осуществлять трудовую деятельность. И независимо от цели их визита, визовики, без визовики, мы всем дали возможность оформить разрешительные документы на право работы и законно уплачивая налоги, получать доход нашей стране. Также мы подумали о тех, которые не могут въехать в Российскую Федерацию. Наши соотечественники, находящиеся за рубежом, лица, получившие разрешение на временное проживание и на жительство, указом мы приостановили сроки действия их документов и продлили их, по факту, уже более чем на год. То есть они не останутся ущемлены, а в то же время это очень важный вопрос реализации госпрограммы соотечественников, которые находятся постоянно в поле зрения президента, рации и правительства, поскольку возвращение в Россию русскоязычных – это очень важный с политической точки зрения процесс. И, коллеги, хотел бы сказать, что Министерство внутренних дел будет готово участвовать на любых площадках в обсуждении тех вопросов, которые будут способствовать снижению роста совершаемых административных порушений и преступлений, вовлечению иностранных граждан, граждан Российской Федерации в правовое поле. И мы благодарим Совет Внимания к этому вопросу и лично вас, Ирина Валерьевна, за то, что вы сегодня это мероприятие проводите. Спасибо за внимание.